В эфире телеканала Самара ГИС, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Зараза в головах. История, которую хочу рассказать на этот раз, началась не вчера. И, наверное, не случайно она вновь стала актуальной именно на минувшей неделе, которая уместилась аккурат между двумя международными днями – борьбы со СПИДом и защитой прав человека. Обе эти даты призваны напомнить людям о сострадании и толерантности. Весьма символично, что в этом скандале не оказалось места ни тому, ни другому. Повод, казалось бы, пустяшный – открытие дополнительного корпуса областного центра по профилактике борьбы со СПИДом на улице Запорожской. Но это, по сути, рядовое событие. Вот уже третий месяц не дает покоя жителям окрестных домов и родителям учеников 176-й школы. Она расположена по соседству. Грядущий переезд медучреждения для них сродни апокалипсису. А ну, истинно вам говорю, 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. Это точно говорю. Точно. То, что одни воспринимают чуть ли не как конец света, для других – единственный выход. Нынешнему областному центру по борьбе со СПИДом катастрофически не хватает помещений. Вот уже 22 года. Он располагается на улице Льва Толстого. Это здание медикам давали тогда, когда ВИЧ-инфекция считалась экзотикой. Теперь, если верить статистике, ее носителем в Самарской области является чуть ли не каждый десятый. 63-й регион, это официальные данные, вышел в антилидеры. Мы занимаем второе место по стране с 50 тысячами больных. Здесь, в областном центре, берут анализы, обрабатывают их, ведут прием пациентов, выдают лекарства и все это на 500 квадратных метрах. Обратите внимание на скученность в этом кабинете. Несмотря на то, что санэпидрежим мы соблюдаем, но вот такое расположение, даже с учетом всех санитарных норм, которые мы сегодня используем, оно не может нас устраивать ни при каких обстоятельствах. Здание, которое занимает областной центр, архитектурный памятник. Его даже перестраивать нельзя. Здесь давно забыли про такую роскошь, как туалет для пациентов и отдельный кабинет. Он есть только у фтизиатора. Да-да, вот эта коморка без окон считается отдельными апартаментами. Врачи признаются, они, конечно, научились работать в тесноте до не в обиде, но мириться с этим никак не хотят. Посмотрите, как они вынуждены ютиться и вести прием одновременно пациентов, осматривая их по очереди вот за этой ширмой. Это исключено по всем нормативам. Еще одновременно в этом кабинете вынуждены находиться стеллажи с амбулаторными картами, поскольку, соблюдая врачебную тайну, мы ни в каком другом месте, они находиться не могут. У нас отсутствует регистратура как таковая. На новое здание денег нет. Но вот уже три года пустуют корпуса бывшего онкодиспансера, что на улице Запорожской. Именно сюда чиновники Минздрава запланировали перевод лаборатории центра. Территорию приведут в порядок, установят камеры наблюдения. Но эта перспектива перепугала жителей. Попытка сесть за стол переговоров провалилась. И бычок выкуренный, брошенный до тротуар, может быть поднят ребенком. Это к примеру я просто говорю. Но через бычок вещь не передается. А другая инфекция передается. Туберкулез. То есть бычки не надо поднимать. Пусть я сгущаю краски, я делаю это специально, чтобы до кого-то дошло. Вы сидите в очереди. Впереди у вас может быть лично инфицированный, сзади больной с гепатитом B. У которых нет метки. Нет желтого круга на спине и белого спередения. И красного треугольника на голове нету. Вот они сидят вместе с вами. Но это был глаз вопиющего в пустыне. Аргументы медиков о том, что с ПИДом невозможно заразиться как гриппом, протестующие не слышали два месяца назад. Не слышат и сейчас, когда идет сбор подписей тех, кто против. Охотно люди подписывают. Охотно подписывают, охотно, да. Некоторые, конечно, задают вопрос, почему вы так к этому относитесь. Ну просто в нашей стране все это не развито как положено. Все должно быть по-другому. А как по-вашему должно быть? Ну как в цивилизованных странах. Не знаю, как положено. Мировая медицинская аксиома, кстати, гласит, больных ВИЧ не изолируют от общества, создавая центры где-нибудь на выселках. Это не только неэтично, но и бессмысленно. Сон разума способен породить и не таких чудовищ, уверены эксперты. В переду весьма показательные результаты недавнего исследования провели среди учителей Оренбурга. Так вот выяснилось, 46% педагогов считают, что ВИЧ передается при поцелуях. 41% через животных и укусы насекомых. Треть убеждены, что опасность таится даже в постельном белье. Ну а каждый десятый уверен, что заразиться можно через рукопожатие. Любопытно, какие результаты такой опрос показал бы в Самаре, где протестующие против спеццентра охвачены почти суеверным ужасом. У меня внук сюда приходит, уже подросток. Я не хочу, чтобы это выразиться. А чего вы боитесь? Всего боюсь. Вдруг познакомится с кем-то, с девочкой, с какой-либо. Боюсь. Зараза всякая. То есть вы боитесь заразиться? Конечно. Но ведь спидом невозможно заразиться там воздушно-капельным путем. Не знаю. Безнравственность и безграмотность слова похожие. И вообще говоря, они рядом ходят. Самые дремучие мифы в нашей образованной, замечательной Самарской области еще живы. И это еще обидно, что это же сколыхнуло не только Самару, это сколыхнуло всю Россию. Ведь поступили письма от крупнейших российских некоммерческих организаций с просьбой остановить мракобесие. Мы живем давным-давно с ВИЧ-инфицированными. Мы не боимся ВИЧ-инфицированных. Мы боимся себя, собственной неграмотности, собственных мифов и все. В том, что это как раз тот самый случай, когда у страха глаза велики убеждены и те, кто сегодня соседствует с медучреждением. Улица Льва Толстого, где слово сказать «я живу», смею вас заверить, совсем не похоже на притон наркоманов. А именно этого боятся рассерженные горожане Запорожской. Это глупость, просто глупость. Вот ходят по улице, они откуда знают. ВИЧ-инфицированные люди, есть туберкулез у них. Они так же этого не знают. Ко всем людям надо относиться одинаково. Пускай занимаются люди и всякуда их девать. Такими людьми живут даже. Я не видела никаких инфицированных. Обычные люди здесь сидят. Из мухи не стоит слона раздывать, правильно же я говорю? Они глупости говорят, эти люди. Они серьезно как-то подходят. Надо вскоре смотреть, кому он центр помешал. Центр на Запорожской и впрямь мог спутать кому-то карты. Не сомневаются некоторые участники скандала. Есть в этом конфликте меркантильный интерес. На территории медгородка несколько лет назад незаконно поселился гаражный кооператив. Тут около 15 гаражей, там повыше гаражный кооператив. Гаражный кооператив «Онколог». Самоорская область землю-то им не выдавала, и разрешения на строительство нет, самовольные постройки. Эксперты не исключают, что владельцы гаражей тоже подбрасывают дровишки в костер страстей, разгоревшихся вокруг спеццентра. Ведь в случае переезда лаборатории их нелегальные строения, разумеется, пойдут под снос. И члены кооператива «Онколог», как и их киношные двойники, готовы биться до последнего. Мы всего этого наслышались и начитались, всего такого и этакого. Дайте сказать правильные вещи. Я против. Я даже сказать ничего. Не надо. И все. Как это так? Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем. Да. В виде гаража. Чего тут скрывать? Место под солнцем на юге, в Сочи. Я до последнего надеюсь, знаете, я хотел бы, на самом деле, вот искренне, чтобы выяснилось, что там у людей находятся скрытые коммерческие интересы. Я не знаю, может, гаражи какие-нибудь. Вот. Это дало бы данной истории, знаете, хоть каплю рационализма. Иначе, действительно, это уже становится, я не знаю, даже и не грустно, и смешно, просто необъяснимо. На сегодня в этом споре пока можно поставить только многоточие. От себя же хочу добавить еще один штрих. Принято считать, что к прокаженным, как к нелюдям, относились только во времена мрачного Средневековья. Так вот, история греческого острова Спиналонга, прозванного Островом Скорби, говорит об обратном. Теперь это туристическая мека, а между тем еще до второй половины 20 века туда свозили умирать людей. Всего каких-то 50 лет назад резервации такие считались нормой. Чему тут удивляться, что и сегодня 80% россиян, по данным соцопросов, конечно, сочувствуют ВИЧ-инфицированным, но все же относятся к ним с насторожностью. И потому разговоры о толерантности заканчиваются ровно в тот момент, когда речь идет о собственных интересах. И зачем в город сюда? Куда-нибудь в рощу вон, в сосновый бор. Но они ведь тоже люди. Люди. А что, в бору плохо разве? На свежем воздухе. На другом конце Самары, где тоже на неделе кипели страсти, похоже, нашли компромисс. Хотя здесь проблемы из тех, что сложно преувеличить. В поселок Мясокомбинат в среду высадился чиновничий депутатский десант во главе с мэром. Кстати, Азаров стал первым самарским городоначальником, кто вспомнил про эту окраину города. И люди не упустили шанс высказать все, что наболело. Наш поселок проверит на радиационный фон. У нас наверняка там радиации, вот, с макушкой. Что они возят? Откуда они возят? У нас, вы посмотрите, сколько онкологии. Приходишь к врачу, они говорят, ваш поселок без онкологии. Поселок Мясокомбинат расположен на берегу реки Самара в районе ЖД-платформы Стахановской. Появился в начале 30-х годов прошлого столетия. Получил свое название по имени предприятие, которое благополучно скончалось в 90-е. Теперь здесь процветают иные производства пластиковых панелей и цемента. Оба завода буквально отравляют жизнь аборигенов. В воздухе, рассказывают люди, стойкий неприятный запах. Невозможно дышать, просто невозможно дышать. Мы уже просто выходим, жители выходят, поливают асфальт. Потому что невозможно. Мы боимся не только за себя, а за своих маленьких детей. Дороги поселка разбиты камазами и цементовозами. Я переписала, в 6 часов до 8 вечера сидела, переписала 9-й космос. Этих машин проехали 120 штук. Вы нам с удовольствием извините, испоганили. Мало того, сейчас иду с работы. Вот так вся в коленах. Вон стоит мой, вот эту вот свою бетонную мешалку. И прямо сидите, ну проделимся. Идешь вся куртка в этом бетоне. Главный инженер предприятия так и не смог толком оправдаться ни перед жителями, ни перед мэром. Если вы хотите работать здесь, да, и есть предприятие, есть инвестиции, мы готовы вам помогать и готовы в своей части посмотреть по ремонту, по всему. Но если вы не будете чувствовать ответственность, в том числе за тот транспорт, которому продукция вывозится, ну значит ничего здесь у вас не получится. Оба предприятия теперь ждут комиссии, штрафы, не исключена и приостановка производства. Особенно если выяснится, что экологии и впрямь был нанесен ущерб. Дмитрий Азаров пообещал привлечь федеральных контролеров, Роспотребнадзор и Ростехнадзор. К сожалению, в выходные дни и в ночное время как раз вот предприятия пользуются, пока контролеры спят, грубо говоря, да, они это делают. Значит, давайте попробуем вместе понять закономерность, то есть по каким дням это, по каким ночам происходит, да, чтобы мы смогли это поймать. Обжегшись на молоке, жители мясокомбината дуют теперь и на воду, с опаской встречая еще одну идею бизнесменов. Строительство стадиона по техническим видам спорта. Предполагается, что он будет состоять из авто и мотодромов, футбольного поля с трибунами на 500 мест, хоккейной площадки. Комплекс вытянется вдоль берега реки Самара. Этот проект областного автомотоклуба был одобрен еще в 2009-м и властями, и жителями на публичных слушаниях. Но теперь люди дали задний ход. Они боятся круглосуточного рева мотоциклов под окнами и всех неудобств, которые неизбежно принесет грядущая стройка. Представитель автоклуба успокаивает. Соревнования будут проходить не чаще одного раза в месяц и только днем. И недоумевает, неужели мотодром хуже свалки, на месте которой он должен появиться. Вот мы сейчас за эти два года разровняли эту помойку. Вы видели, сколько я врагов себе нажил, когда прекращал туда. Почему сейчас там чисто? Потому что здесь стоит охрана. Потерпеть жители мясокомбината призывает и мэр. Ведь в условиях надвигающегося мундиали всем самарцам придется не сладко. Всем абсолютно самарцам, без исключения, придется в той или иной мере испытать это на себе. Жить на стройплощадке. К сожалению, вот если появляется здесь новый проект, спортивный объект все-таки, да, не пивной какой-то, да, и не цементный завод. Давайте мы лучше подумаем, как дополнительно использовать вот эти инвестиции, частные инвестиции, подчеркну, для того, чтобы поселок преобразился. Чудес мэр обещать не стал. К чему лукавить? Даже при хорошем раскладе превратить мясокомбинат в том состоянии, в котором сейчас находится комфортный поселок, в считанные дни не удастся. Начнут с дорог. В 2013 соберут необходимые бумаги, в 2014 приступят к ремонту. Здесь, на окраине Самары, в демисезоне, уже давно не знают другой обуви, кроме болотных сапог. И люди, живущие так десятилетиями, согласны подождать светлого будущего еще год-другой. Тем более, им слово мэр дал. Я на этом с вами прощаюсь. Удачи. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»